Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 916. События дня. Колостяном 3.23.25 И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия за 19 июня 2017 года. Какие тут деревни события. Батюшка поехал утром уже в город, в разные органы идти, насчет земли. То, что нас тут разрушить стараются, прислать технику. Лагерь, где был постройки, стали музеем. Ну, а мы работали на Рыжковском пруду и закончили. Встали неимоверно. В эту ночь, вот утром, я говорил, как считаю, меня ангел поднял в 33 минуты первого ночи. И сразу, не думал ничего сразу, подать в суд на прокурора Мамонтова Королева Максима Васильевича. Я узнал его имя, в отчество. Ну, и вот, батюшки-то нету. Созваниваю. Сам корреспондент одного, Теплякова Сергея Александровича, попросил с батюшкой встретиться. А уже вернулись, когда я в сапогах был. Давить надо подошву. Должна быть твердая очень, а сапоги новые. И там все, шкура слезла у ноги. Сзади, выше пятки. Вот, пришел домой. Не ступить не могу, ничего. Надежда Васильевна, давай советовать подорожник. Надо его выжать из него, как бы сок. Ну, какой там сок из него, два листа. Ну, примотал с этим. И давай готовить исковое заявление, как это составляется. Ну, вот, составил. Пошел к Лене отдать на рассмотрение. Себя сняла и там подправила, где запятые. Вот такое получилось. Исковое заявление в районный суд села Мамонта, Алтайского края. Истец Лапкин Игнатий Тихонович. Мои данные. Ответчик Королев Максим Васильевич, прокурор села Мамонта, Алтайского края. Дальше поясняю. Через сельсовет Корчина. Мною было получено из прокуратуры села Мамонта представление об устранении нарушений федерального законодательства. Документ прилагается. В этом документе без подписи Королева. Не знаю, там, может быть, Серокс не снял это. Говорится о самовольной застройке мною мест отдыха для детей в детском лагере Стани на землях, сельского поселения, в границах поселки Потеряев, Камамонтского района, Алтайского края. И что я должен убрать, снести эти постройки или это сделают другие за мой счет? Эти сведения, во-первых, не соответствуют действительности. Прилагают документ, что мне даны были по акту. Трига брошенной земли правлением села Корчина в 90-м году на 10 лет бесплатно. Строения эти находятся на навозной куче, где кроме крапивы и конопли ничего никогда не росло. Но так как уже в 92-м году, 23-го марта, решением Алтайского краевого совета принято восстановление поселка Потеряевка, то лагерь Стан, находящийся на расстоянии 150 метров от деревни, вошел в ее территорию. Деревенский это все. Прилагают два документа о ликвидации лагеря Стана и о передаче его в собственность поселку Потеряевку. Часть протокола номер 52, первая. И документ протокола собрания жителей поселка Потеряевка. Номер такой, это об организации музея комплекса для бедных детей, лагерей. Это историческое наследие нашей жизни. Лагерь Стан существовал 45 лет без помощи государства. В нем отдохнули тысячи детей и родители почти со всего мира. Угроза снести и разрушить уникальный музей и самое неприкрытое преступление. Исайя 24, 16. И сказал я, беда мне, беда мне, увы мне. Злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейские. Места священного писания и святой Библии, как непререкаемый авторитет Слова Божия. Слова Божия. Название книги, главы и стихи. Ну и дальше вот. Я буду останавливать, считайте. Частично я вчера все показывал, из этого уже. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Должен был ехать ночью поездом. Теперь, когда он там встанет, еще что, ночь-то провел. А я вчера пришел, вот уже от Лены здесь ничего не мог делать. Просто упал, одевший как был в рабочей форме, упал и сразу уснул. Где я упал? На полу, где здесь. Полное, абсолютное изнеможение. Проснулся уже, кажется, третий час ночи. Проспал даже молитву, когда вставать. Или первый час ночи был, даже не помню толком. Помолился и... Вот так. Ну и, как всегда, показываем наши ресурсы. Наши ресурсы какие? Они очень простые. Я тогда закрываю. Исковое заявление. Вот. Вот события дня. Кто что писал. Отклики тут какие? Сегодня даже не буду говорить. Тут что-то кто-то вышел еще. Ага, куемщине. Марина Дима Стеновна сегодня день рождения. Вот надо ее будет тут что-то написать. А написать-то что? Очень даже просто. Вот я сейчас покажу. У меня день рождения есть. Вот. На дни рождения справлять не нужно. Ну, сами прочитайте. Ну, вот так. Теперь это что? Выделяем все. У меня тут такая есть игрушка. Направляемся копировать. Копировать. Ну, тут что, Марине, ставить. Вот я и отправил, считаю. На этом почти все. Тут у меня ящик стоит. И на этом все сегодня.